DLC к сюжетам у DLC поразительно. Ооо, понял. Всё, нету тут бродячего торговца. Запустилась новая сценка. Ё-моё, тут они мне дамага нанесли. Набиваем урон у пушки. Надо, кстати, опять же сравнить. Но визуально он, скорее всего, никак не увеличивается. Было бы ещё здорово? Да ладно, я успел спрятаться. Если бы урон рос пропорционально мутанту, которого ты завалил. То есть, допустим, тушканчиков, урон вырастает на 0-0, там 1, условно. От контролёра на 1. Потому что контролёр всё-таки опасный тип. Нифига себе, подожди. А с чего тут артефакт такой жирный? Не понял прикола. Ну ладно. А, ну так потому что контролёр, да, события. Я что-то подумал ненарокно, что от торговца осталось. Ну как-то так. Теперь бродячий торговец может в любую рандомную точку определённую переехать. Ну есть набор там из 5-7 точек, где разный контингент спамнится. Военный, контролёр, карлики. Вот сейчас про контролёров почему-то смс-ок нет. Блин, ну ладно. Не продал хабар. По чём вот это всё? У-у-у, копьё, 2000 рублей. Ну ладно, вот это можно забрать артефакт. Ну а чё, у меня всё равно 2 золотые рыбки есть. Ну и всё. Хотел, блин, торгануть по выгодному курсу. Чиним пушку. Всё, здорово. Причём её можно и улучшить. У меня есть 6 расходников для улучшения. То есть, в принципе, её можно полностью. То есть, темп огня, настильность, вес, точность и вместимость. Ну раз такой крутой ствол. Вот я же говорю, если его можно прям хорошо разогнать по урону. Прям выше, чем у кальта, например, условно. То это будет очень круто. Потому что скорострельность. Ну и самое главное, конечно, это очень дешёвый и доступный патрон. Это главное преимущество. Но скорее всего, визуально вот так. У него урон, да, тут видишь, он не меняется никак. По отношению к кальту и так далее. То есть, он, скорее всего, где-то именно в конфигурации пушки самой прописан. Ладно, идём на АТП. Ближайшую точку. Всё-таки хотя бы ещё одну активность в этой серии выполним. Это у нас схрон ветерана. Ну и интересно, что в схроне ветерана может быть. А торговца бы, конечно, неплохо было ещё раз найти. Схрон ветерана, ветеринара, ветер... Ну, короче, наверху. Тут всё так же военные остались. Как Сидорыч меня предупреждал. Гранату. Нифигаси вы. Дымовые. Хотелось бы, опять же, пистолет в урон прокачивать. Опять же, интересно, какой предел. То есть, будет ли там какая-то СМС-ка. Пистолет набрал максимальную силу. Сомневаюсь. Больно, очень больно. Ну, тут есть нейтрал. Скорее всего, сталкер, которого можно просто спасти. Неплохо. Ух, хорошо в голову как залетело. Четыре человека ещё. Напал на меня с ножом. Какие-то они прям чокнутые порой. Бегут с ножами. Нападают. Вот, пожалуйста, с одного 19 патронов подобрал. При этом пушку уже, по-моему, я уже с двух выстрелов в тело замочил. Вот тоже, пожалуйста, загасил. То есть, урон уже неплох. Опять же, знать бы прям конкретно, насколько он улучшается и так далее. Ну вот, с три выстрела я ему дал в тушу. Опять же, зависит от того, куда ты попадаешь, видимо. Так, а тут кто, собственно говоря? Какой-то мужичок нейтральный. Сейчас я всех обыщу. Либо тут надо спасти мужика, этого нейтрального. Либо я даже не знаю. Эй, нет, это мой. Бали, набыскал. Да, ну ладно. Так, ну и вот, это схрон от военных. Куча всяких патронов. Ну а что, неплохо. Я потратил только пистолетные. Заимел у такого всякого. Два рожка, такого, такого. В общем, нормально. Держали они тут сталкера. Жалко, с ним поговорить нельзя о чем-то. Ну, да ладно уж. Погнали к нычке ветерана. Может, там что вкусное будет. Хотелось бы верить, по крайней мере. Потому что, если там шлаг уровня тайников Сидора, то я буду опечален, мягко говоря. Так. Ну не, достойно, достойно. Тут больше 10 тысяч, очевидно, если продать. Только вот этот артефакт будет 1010 вроде как стоить. Или меньше, 8. Но суммарно точно окупается. Поэтому, добро. Ну и на этом все. В следующий раз уже идем сюда-туда. Схрон ветерана. А что это он покрутился в какой-то момент? Схрон ветерана. Ну и судя по всему, опять какое-то событие. 5 человек? Может быть, это военные? А ну-ка. Ну, враги, бандиты. Тогда лимоночку им запуляем туда. Ловите. Минус 3. Гранаты тема. Почаще их надо использовать. Так, я кажется, я слышу кого-то здесь. Пистолет продолжаем прокачивать. Может, он потом реально будет просто всех тела ваншотить. О, еда. Еда у нас дорого стоит. Так, ну и что у вас тут было, ребят? Гранату вернули. Ого. То ли я его сваншотил в тело только что, то ли в голову попал. Не понял. Ну и, наверное, тут что-то будет. Ну да, будет такой полухлам. Ну, хотя вот, например, набор для починки хорош. То есть можно починить ствол, когда надо будет. То есть это получается такое случайное событие не самой редкой категории. Просто бандиты, которые заняли по точку. Ну и мне бы, на самом-то деле, бродячего торговца все-таки найти, где он может обитать. Опа, что-то упало. Птичка бинт. Если он где-то существует, то он мне нужен. Банально, я у него не все тайники ветеранов купил. А что-то, мне кажется, в самом последнем может что-то вкусное быть. Так, ну вот очередной тайник ветерана. Мы имеем охотничью разгрузку. Для ремонта необходим обычный расходник брони. Ну и разгрузка во всем лучше моей. Плюс хорошее количество патронов. Надеваем. Так, тут еще и место под артефакты. В таком случае я, конечно, ставлю выверт. А к выверту сверху золотую рыбку. Так, тут еще и по умолчанию 70 килограмм. С золотой рыбкой вообще 82, сказка. Наверное, не отходя от кассы, идем и остальные точки осматривать. Чего нам сразу возвращаться? По килограммам запас имеем, в конце концов. Будет ли какое-то событие сейчас возле фермы? На ферме бандиты жируют, не лезь, на рожон. Ха, ну вот, это сообщение означает о том, что здесь есть чем поживиться. Знать бы, где они конкретно сидят, чтобы сразу греночку подкинуть. Уже вижу одного, просто посредине. Давай посмотрим по поводу пистолета. Вот я ему сейчас в тело шмальну. Где он? Только что был тут. Вон они куда пошли. А один, походу, полез на крышу, судя по мини-карте. Ну, смотри, просто в тушку. Ну, ваншота нет, но со второй пульки помер. Да, две тычки и все. Он тут в руку попал. В общем, пистолет реально стал крутым. Прирост урона ощущается. Готовы. Что у вас там было, мужики? Ну, опять же, неплохо. То есть, расходники для чистки. Это прям просто шикарно. И по таким всяким событиям нам в любом случае надо ходить. Банально для того, чтобы находить вкусности. И потом их продавать задорого. Ну, плюс, сами видели, жирные артефакты попадаются. То есть, если мне повезет срандомить опять события с каким-нибудь контролером или карликами. Там может быть либо золотая рыбка, как у меня было. Либо два светляка. Идем на следующий тайничок. Ах ты, блин, забыл. Пока я был за АТП, сходить тут в лагерь и посорить ключ от местного тайника. Тайник Сидорыча у нас, судя по всему, на дереве. По-моему, в оригинале есть такой же тайник. Ёлки-палки, я уже забыл, что я проходил какой-то мод путешествия. Вы это помните? Я как будто уже в другой мод играю. Тот закончил. Уже как-то с этим сравнился за несколько дней игры. Так, вижу тайник. Ну, а что, сделано вполне неплохо. Ну, нормально, нормально. Потом найдем пушку 5.56 и будет сказка. Гравитационная аномальная зона. Пока мы это игнорируем, схрон погибшей группы. Идем в схрон ветерана. А тут, в принципе, все. Кроме вот еще и схрон ветерана. Можно ли было туда добежать? Ну, 8 патронов на плоти. До этого было хуже. По-моему, магазин целый выпускал, и вообще было ей все равно. Так, тайничок ветерана. Ого. Ну, тайники ветерана прямо однозначно стоят своих денег. Правда, сам костюмчик, конечно, не лучше моего. Комбинезон Радуга-1. Однако, что вот калаш, например, новый нашел. То есть не придется свой чинить. Нацепить, и вообще здорово. Ну, что мне не нравится, так это то, что сюда не ставится прицел. Ну, глушитель хоть поставим. С одной стороны, хочется как бы сходить уж полностью всех быскать. Там сесть на машину, да на ней проехать. Плюс надо дойти до этой постройки. Потому что там, опять же, событие какое-то будет. Возди дома напротив фермы. Карликов видели, будь наготове. Так это же вообще сказка. Что мне там эти карлики? Заметили уже. Что-то мне кажется, я переоцениваю пистолет. И тут его уже использовать не вариант. Опа, привет. Ну, сейчас, ребятам, закинем игрушку, петарду. Давай. Убежал. Да ладно. Ну, вот сами все видите. Получается, карлики тоже отлетать будут. Ну, отлетают еще как. Красота, да и только. Вот что значит раскачанная ПМ на урон? Ну, и у вас что было? Ну, снова два артефакта. Видимо, спавнится два арта. И рандомно, от первого до третьего уровня. Условно так поделим. Плаве третьего уровня будет, получается. Он, кстати, дорогущий очень. Ну, и на химзу кровь камня. Арта на кровотек почему-то дороже, по-моему, даже артов на выносливость. Точно не помню. Ну, вроде как. Ладно, пойдем тогда сбегаем до гравитационной аномалии. Термической. Срон. И на машине обратно. Дополнительный круг, так скажем, сделаем. Возле дома, напротив фермы, бунтики обосновались. Чего? Ты что, серьезно? Я еще отойти даже не успел. Я тут, значит, стреляюсь. Может, это какой-то баг? Нет, это не баг. А на самой ферме? Тоже уже кто-то есть? Не на самой ферме никого. Хотя тут может быть контролер. Про контролера смс-ки не приходят. Сами уже видели несколько раз. Вот это прикол. Но не, контролер тут нет. Странно как-то. Тут дольше отхватывается событие, чем на развалинах. Зачем я события автомата нашел? Нагружаюсь, а зато руку все равно не продам. Лучше, наоборот, быть мобильным, да по аномалиям ходить. Классно, правда. Не понял. Обыскал рандомное бревно, а там, оказывается, что-то было. Ну, ладно. Итак, гравия аномалия. Может быть, она подарит нам какой-нибудь артефакт? Да нет, по артам тут тухлая, я же говорил. Скорее всего, арты может испавниться, но куда-нибудь, например, раскатываются сюда. Давай проверим даже. Нет. Раз уж мы сюда дошли, давай с техником поговорим. Где-то он тут тусуется. Трактор рабочий? Нет. Вот он сидит отдельно в каком-то коморке, блин. Непонятный. А, фраерок. Ну, привет. Водка у тебя есть? Если есть, то что? А если есть, то приноси, потому что я меняю ее на оружие. За два десятка бутылок могу дать дробовик. За три десятка автомат. А за четыре снайперку. Автомат, снайперка. Ты техник или кто? В оружии не разбираешься. Что так их называешь? Это специально, чтобы был сюрприз. Хе-хе. Ну, так что, есть водяры или нет? Учтем. За четыре десятка снайперку, то есть сорок водки. Слушай, ну я запомнил. Бадди рваный. Будем иметь в виду. Да, тогда удачи. Жалко, хотя тут. Опа. Можно подрезать пару бутылок уже. Конечно, хотелось бы посмотреть на всю. Блин, я застрял. На все то, что он может дать. А у меня девять бутылок. Дробовик. Мне как будто и не нужен даже. Придется перед загрузками у Сидорища ее покупать. Мы можем это практически бесконечно делать. Причем не тратя денег. Покупать, а продавать бродячему торговцу. Вот только бродячий торговец пока куда-то делся. Один? Кто один? Кто-то один? Ну, осмотрелся по кругу, никого не вижу. Даже ума не приложу, кто здесь может быть. О, тут порадовала аномалия. Все-таки что-то есть. Только костюмчик может подожрать нормально. Кристалл. Это, конечно, серьезно. Я, может, даже броник сильнее сломал, когда сейчас зашел в эту аномалию. Тоже надо будет расходник тратить, который стоит тысячи две или три. Или даже пять. По-моему, пять тысяч расходник брони стоит. Тогда как? Ну, сколько будет артефакта кристалл стоить? Я думаю, многим плюс-минус понятно, что далеко не пять. Да кто один-то, я не пойму, рядом со мной. Зану кто-то бежит? У меня паранойя. Так, тайник ветерана у нас оказался в машине. Более того, данный рюкзак я уже видел. Но сразу обыскать не смог. Ох, ну это прям супер жирный тайник. Вот каждый из этих артов тысяч по 15 стоит по-любому. То есть уже тридцатка. Светляк тоже дорогущий. Ну и остальное можно за неплохие средства продать. Да, это прям жирно-жирно. Всегда возвращаемся. Ну, конечно, к бандитам по пути зайти. Это святое дело. Довольно быстро расправляемся. Кстати, этот рюкзак я осматривал. Он не осматривается. Но опять же, у них и с ценой что? Ну, консерва. Патрон к автомату. Калаш, кстати, неплохой был. Новый? Или я в тайнике такой находил? Я только что подобрал калаш, но тоже хорошего состояния. Да и хабар у них как будто пожирнее стал уже. Может я ошибаюсь? В тайничке снова расходники. Ну, пойдет. Для починки оружия очень много расходников. Ну и это хорошо. Не понял. Сталкер, помоги, я ранен. Зацепил гада. Красота. Зацепил гада. Не, нормально наваливает пока с вас. Да ладно, серьезно что? Вылет. Представляете? Ага, напоролся! А ну-ка пробуем еще раз. Не знаю, что это было. Просто может быть рандомный вылет. Но ничего, отлетает нормально. В ящике ничего. Мужик раненый. Может его мутанты типа загнали ей помочь? Ты чего, дед? Помоги, прошу. Что такое? Меня напарник ранил. Мы артефакт нашли хороший. Сидели у костра, а он ножом в спину и забрал его. Догони его, прошу. Аптечка нужна? Не, я в порядке. Сам перевязался. Догони его. Куда он пошел? Метка на карте. Чувствую, что не догоню. Так, ну он, кстати, тут. Тут надо будет уже использовать все на свете, походу. И геркулес, и энергетик, и хлеб. Так, мне его убить или как думаете? Будет ли там хоть какой-то выбор? Или сейчас это скажет, что тот его ранил? Придумаю что-нибудь. Не, он, кстати, не убегает. Зря ты паниковал. С ним можно просто поговорить? К нему обращайся. Ну вот так. Ну вы видели сами, поговорить нельзя, все. А что отметка-то висит? Похититель хабара. Ну все, ну вот-вот, кто-то еду забрать. Ну конечно, так опрометчиво действует, тот человек мог и притвориться, в принципе. Подожди, в смысле? Так, а что он сейчас? И метка останется, что ли? Что-то мне не нравится такой прикол. Ну а метка-то что остается? Что-то я вообще не пойму данное событие. Я думаю, надо будет вернуться. Туда-сюда. Вон старший стоит. Куда ты идешь-то? К нему обращайся. Похититель хабара. Да как будто тот просто убедит и все. Бурш сталкивает ветеранов. Вообще-то, конечно, квест необязательный. Скорее всего, да, просто замочить гада. Слышь, ты задолбал уже. И заиметь артефакт. На это разграли. Ну да. Я просто переживаю, как бы я фигни, какой не сделал. И напрягает меня конкретно то, что метка висит. Ну пусть висит. Летающая тачка поджала колесики. Взлетела. О, шесть человек, в смысле. Откуда? То есть я не успел отойти, тут уже бандиты заспавнили себя, правильно понял? Выходи отсюда, мужик. А, это контролер. Ну как будто слишком часто все-таки появляется событие. Тут даже по аномалиям туда ходить и надо. Можно спокойно фармить события вообще на расслабоне. Ну и метка исчезла, да. Просто не сразу ходит. Все. Кстати, странно, что зомбаки, которые под контролем контролера, когда ты его можешь чеш, они не падают замертво тоже вместе. Он же ими управляет там. Ну, нормально. Повезло, что хоть и второй уровень бы арт, но на кровотек. Такой дорого будет стоить. Реально, не дают продохнуть. У меня уже почти всю серию, что ли, события будут рандомные. Нет, ну почему? В любом случае деньги надо зарабатывать 200 тысяч для продолжения сюжета. То есть не заработаем деньги, и сюжета и не будет дальше. Поэтому, да, ходим, зарабатываем. Причем довольно быстро. Могло быть все намного хуже с фармом каким-то бесконечным и так далее. По аномалиям этим ходить. А тут, пожалуйста. А ты по сталкер с гопниками схватились. Ой, ё-моё, помогать, что ли? Ну, погнали. Дайте жить. Действительно, прям то сюда, то туда. И потянуло же меня сюда. На, получай! На, хватай! Ёлки-палки. Потери есть наши. За помощь сталкерам в ящик в деревне добавлена награда. Ну ладно, одесса достойная. Так, лагерь за АТП, ты где? Ну не тут, это на лагерь не похоже. Костер вообще где-то там подальше был. Чего, опять помогите? Ёлки, да я просто отошел к машине, тут уже помогите. Другое событие запустилось. Или кого? А кто орал, помогите только что. А, я понял. Это на тут. Но я туда не пойду, потому что уже реально что-то... Я отхожу от одной точки, уже на другую. А пока ты на другую выполняешь, та первая уже отошла. Давайте все-таки хоть что-то сделаем. Найдем ключ от треника ветеранов. Наверняка же это опять тема, которую надо в самом начале сделать, чтобы максимально хорошим хабаром завестись. Вот и ключ, пожалуйста. Как он говорил, что он либо за АТП отдыхал, либо, по-моему, напротив завода, что ли, что-то такое он говорил. А, по пути, да. Пойдем туда съездим обратно, к тайнику ветеранов. Нет, 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 нет. Ай, елки-палки. Что там, опять помогите. Шурик мутный, сталкер, помоги, я ранен. Ну пойдем. Такими темпами мы эти 200 тысяч сейчас и накупим. Ой-ой-ой, подожди. Забыл, что он не просто так, он с мутантами там сидит. Вроде разнес. Здорово, мужик. Тебе кто помешал? Аптечка нужна? Причем каждый раз можно так сказать. Метка на карте, похититель хабара. Идет в сторону АТП. Не знаю, может какая-то мутная тема? Можно отказаться причем. Меня это не касается. Но он, я да, кстати, историю не прочитал. Там другая или та же самая? Наверное, та же самая. Вон бежит. Собьем? Или тут силы и удара не хватит? А где его свалил? Хм. Ну да, свалил. Чего ты? Чего прибежала? Ну такой артефакт, конечно. Не очень жирный. На элеваторе сталкер с гопниками. Все, поехали. Я уже устал. Пусть дерутся. Минус уха, кстати. Почему с правой стороны откуда-то звук двигателя? Не откуда и надо. Из-за этого ушко немножко минусуются. На ферме бандиты. Ну пусть сидят. Блотуют. Кайфуют. Чаще окажется, если не съездить на события, то там оно забагается, заломается и так далее. В целом разработчик сделал все для того, чтобы комфортно на фарме 200 кусков. Ходить по этим событиям, они максимально быстро восстанавливаются. То есть, побегать полчаса буквально времени по кругу. Все, пожалуйста, 200 тысяч накопишь. Это прям, наверное, хорошо. Так, ну что, наконец-то мы можем взломать тайник ветеранов. Кстати, ствол сломан. Ё-моё, подожди, я могу его починить? Нет. Сильно повреждено уже. Я понял. Так, ну да, тут уникальный артефакт, об этом шла речь. Что он из себя представляет? Вечный двигатель. Назван так за беспрерывное движение некоторых его частей вокруг сердцевины. А также за то, что может подпитывать тело владельца энергии, которую он впитывает из внешних источников. Например, от солнечного света или пламени костра. Чем сильнее голод владельца, тем быстрее восстанавливается его здоровье. Ну и еще два кровотечения. Я бы с таким эффектом не играл. А можно, кстати, на него посмотреть, как он со стороны выглядит? Выбросить можно. Ага, моделька обычного. Пустышки. Или кто там? Тайник обыскан. Сейчас, наверное, с этим делом мы возвращаемся к Сидру. Продаем, что можем продать. Я думаю, 1100 минимум будет. А то и все 200. На элеваторе мои люди видели вояка, осторожно. Нет, все-таки события меняются. Да, разработчик не реализовал все-таки систему багажников в автомобиле. Тогда бы от них вообще смысл был. То есть там какой-нибудь Жигуля, одна вместимость. У Буханки больше вместимости. Получается, ты находишь Буханку, радуешься. О, какая там вместимость огромная. Это было бы славно. Я, кажется, застрял. Серьезно, что ли? Да, я бы застрял в ветке. Но ничего, выбрался. Как дела, сталкер? Да нормально. Ну что, забирай всех пушек. На сколько? На 5500. Ну, даже не знаю, стоило ли это с собой таскать. Куртку бомжа, блин, она дешево стоит. Она, по сути, так пасхалочная. Как будто не хочется ее продавать. А вот комбез радуга почему-то стоит намного дороже. 11000 против 4800. А почему-то 7 килограмм, 4 килограмма. Характеристики хуже. Это я еще починю куртку. И, как мы помним, там только одна характеристика была лучше. Типа что, два контейнера или что? Причем, опять-таки, костюм починенный вот этот вот лучше. Так еще и шлем можно нацепить. Тут вот свой плюс тоже есть. Тогда как тут такого нет. То есть комбез радуга 1 явно можно слить. В таком случае. Лишние деньги. Ну и пошли по артефактам. Один такой, 15 косарей. Угадал, кстати, цену. Мне они не нужны, а вообще. Заживление ран. Такая себе тема. Так, ну, продал всех артов, которые могу себе позволить продать. 119 тысяч. Достойно? Ну, как будто вполне. Ну и, по сути, все. Сюжет теперь заключается только в том, чтобы заработать деньги. В руси сталкеров-ветеранов. Подожди, это где? История Толика. А, ну это общий квест, правильно? Да, 7 самураев. Возвращение Будного Сына, посмотреть радиоаномалию. Это главный квест по основному сюжету. Сейчас будет вообще шикарно, если бродячий торговец в этом месте. Или придется спать, тогда ждать, пока он тут появится. Уходи, пока цел. Понятно. Оу. Вон они, красавчики. Лови гранату, гад! Так, ну вроде накидал нормально. Слышь, ты сюда получай! На, получай! Готов. На! Жри, сволочь! Попался! Он упал! Что, не сладко пришлось, да? Что у вас было? Понял. Ну неплохо, тоже можно продать. Бродячего торговца не хватает. Можно было добузить просто банально эти деньги. 159 тысяч, то есть по сути больше половины. Правда, сейчас починка-непочинка отнимет неплохо так деньжат. Вот еще арт 10 тысяч. Блин, я опять испугался, когда себя увидел. Походу надо спать, что ли, чтобы бродячий торговец заспаунился. Если сейчас сюда подойти, изменится что-то? Нет. Кстати, по поводу вот этой пушки. Про нее шустрый говорил. Вроде как он хочет эту пушку. Она, значит, вот такая, с прицелом, крутая. Ему можно что-то по этому поводу искать? Или как? Да нет. Просто видите, он говорит, вот бы мне такую, да с прицелом оптическим. Как будто он хочет такую. Я вроде нашел, вот она у меня висит. Но он никак не реагирует. Было бы здорово, если бы ее можно было дать, типа. Не вот это случайно. Она, хотя, может где-то валяется труп, который надо найти. И вот у него будет пушка. Вполне. Там, может, она какая-то своя уникальная. Есть наводка на хабар. Так у него еще есть наводки на хабар? Ну, не, сидоровские хабара какие-то такие. Ну и смотри, вот я забрал все артефакты. Как будто можно продать еще одну золотую рыбку. Потому что вряд ли буду использовать. Как и светляк. То есть я его точно не буду использовать. Один арт на минус роду я все-таки бы пока приберег. Но получается, что нам не хватает всего ничего по деньгам. Был бы бродячий торговец, лить бы ему всякого. Вот эти, конечно, дорогие вещи. Но опять же, чтобы 200 тысяч накопить. Все, с этими деньгами никуда. Обратно туда, к Заурусу. Получается, я буду под ноль чистый по деньгам. Ну и ничего, нормально. Опять же, будет бродячий торговец. Тысяч 10 у меня тоже будет. Набор для ремонта оружия был только один у Сидора. Поэтому чинимся. Все, пистолет в хорошем состоянии. Ну и... Все, да, едем. Остался уже конкретно один квест. Ну что, Заурус, привет. Пока. Это надо подойти к тому, кого он занимал. Вот этот вот бугор. Барон. Насчет Зауруса. Ну. Я выплачу его долг. Отдать 200 тысяч. А что мне эти деньги суешь, а не ему? Не доверяешь, да? Ладно, шучу. Давай бабло. Я его не задерживаю. Деньги у меня теперь 800 рублей. Мало. С бандой барона вопрос решен. Ты свободен. Что, Штолик, ты не дурак, как я вижу. Обязательно сочтемся. Спасибо на добром слове. Впрочем, нам пора поговорить с Сидоровичем. Слушайте, а это может быть концовка уже, да? А мы так и не успели водки обменять. На стволы. Ну, судя по тому, что мне выпадали много 5-56-ых, подозреваю, что, скорее всего, он бы не дал какую-то М-ку или ГП-шку. 37-ую. На снайпу СВД или тот болт. А на дробаш. Винчестер какой-нибудь. Ну, как бы без разницы. Что уж, я сейчас буду бегать, чтобы 40 водки нафармить. Давайте поговорим, а там посмотрим. Если дальше продолжится эта ветка, то дальше будем. Если нет, то вернемся уже в возвращение в зону. Пожди, только я еще не поговорил уже с Заврусом. Лично. Вот он сел. Как-то оказался должен барону. Короче, была у меня бригада. Мы были известны в определенных кругах, как всадники Апокалипсиса. Занимались всяким. И сталкеров гоняли в свое время. И гоп-стопом занимались. А позже занесло нас в Припять. Мы ринулись туда на волне общего ажиотажа, после того, как был отключен выжигатель мозгов. Однако попали в ловушку, столкнувшись с другой бригадой под названием Последний день. То не братки были, не. А какие-то агенты. Мутные, короче, степы, которым мы случайно перешли дорогу. На нас открыли охоту и стали методично мочить по одному. Спасся только я. Подраненный и без снаряги меня подобрали люди барона. Отогрели и снычковали. Барон предложил мне сделку. Они вычисляют членов последнего дня и сливают их по возможности. А я за это отплачу им звонкой монетой. Каковы твои планы? Топтать зону до той поры, пока живу. Ибо за ее пределами жизни для меня нет. Не умею я жить не по-сталкерски. Разучился давно. Что интересного слышал? Пацаны с игропрома долины рассказывали, что в темной долине после десанта военных ни братков, ни вояк почти не осталось. Причем это не они друг друга положили, а кто-то третий. Все думают, что это был меченый. Однако я склоняюсь к мысли, что и мы в этом помогли местные гады, которые вырвались из расконсервированной лаборатории Х-18. Ну и вон торговец у нас. Ооо, что продает. 161 тысяча. Неплохо. Также третьеуровневое улучшение, конечно же. За бешеные бабки. Как будто все-таки сейчас сюжет еще продолжится, потому что нафармить на этой деньги уже как будто не очень-то и реально. Если просто надо слабо не проходить без фарма капитальнейшего. Я нашел всех ветеранов и собрал их в нашем лагере. Молодец, Толик. Бляха-муха. Теперь я чувствую себя в относительной безопасности. Думаешь только о своей пятой точке? А какие вести от фаната? Он выходил на связь? Пока что нет, увы. Но мы не можем сидеть и ждать его. Надо готовиться к обороне. Предлагаю поступить, как и в прошлый раз. Самых зеленых загнать в подвалы и дома. А вы с ветеранами выберите позиции получше и засядете там. Я у себя запрусь тоже. Ну а потом, будь что будет. Будет все нормально, Сидор, не бьди. Ох, Толик, что-то предчувствие у меня какое-то. Она у тебя постоянно хреновая. Пойду подготовлюсь, пока есть дело. Ну, что мне подготавливаться? Оружия у меня другого нет. Гранаты только жалко отсутствуют. Он их и не продает. Этот ствол я так и не купил. Но опять же, ребят, вы сами видели, я довольно много даже фармил. Почти всю эту семью я фармил. У меня было много артефактов. Это получается, надо еще больше фармить. Буквально, ну, я не знаю, как чокнутые вот по кругу бегать по этим вот точкам. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И выфармливать события. Деньги, хабар и так далее. Вам это хочется еще смотреть? Не хочется. За кадром мне это тоже не особо хочется делать. Чтобы сейчас нафармить себе на крутой ствол, а он разговору нет, крутой. И сейчас после атаки на деревню DLC кончится. Ну, это микро DLC в DLC. И я отправлюсь обратно в путешествие. Как бы ради чего были старания. Пора браться за дело. Действительно, пора. Наша собака. Или это прям концовка уже конкретная? Военный? А, ну это наш. Да, спасенный точно. Который с фотиком был. А что это у него двустволка? Автомат бы какой-то взяли. Вот они все. Слева направо. С мощными. Это тоже двустволка. Да вы что? Два, два из четырех с двустволкой. И три из четырех с двустволкой. Я понял, спасибо. А нелогичнее разве сделать где-то на подходе засаду? То есть не прям в деревне. А где-то по дороге. Под мостом, допустим. Который тут небольшой мостик. Отбить атаку наемников. Мюзик офф. Давай. Откуда они идут? Ты наемник? У меня еще патронов нет. В смысле? А где все мои 9-19-ые? Нашего кого-то еще убили. На тебе лекарство. Придется перезагружаться, если что. Слышь, ты задолбал уже. Нифига, он на снайпер залез. Теперь с твоей стороны. Ну, главное, чтобы, наверное, за уруса не убили какого-то. А, в чем прикол? В чем прикол того, что меня просто окружили и ударили? А что я зеленый? И не умираю, я не пойму. А где все? О-о-о. Ну, отцы забрали мне все оружие. Короче, какой-то прикол. Я не умирал, во-первых. Может, это у костюма какой-то особенный эффект. Я не посмотрел. Во-вторых, они спокойно забегают. Ну, конечно, выявят. Они прям ко мне в полотну подбегают. Лишь бы меня ударить, чтобы у меня оружие из рук выпало. О-о-о-о. О-о-о-о. Они, короче, то метка, то косо стреляет, то метка начинает чисто в тебя палить. О-о-о, видите? А где мои вообще? Почему только я стреляю? Я не понимаю. Тут нашего убили. Так, может, вы стрелять будете? Смотри, просто десятки покойников. ПДА лидер наемников. Судя по записям, хозяин этого ПДА был лидером крупных ЧВК наемников. Он заключил контракт с главарем бандитов Йогой. Основным заданием была ликвидация лагеря новичков на кордоне, с целью отомстить торговцу Сидоровичу за некий украденный у Йоги артефакт. Якобы кто-то из разведчиков торговца втерся в доверие людей Йоги и похитил его из общака бандитского лидера. Артефакт этот обладает уникальными свойствами и очень ценится за периметром. Без оружия, что ли, все? Либо уже подобрали? Он винторец, кстати, плохой. Наемник неизвестный. А я почему-то жил очень жестко, я не пойму, в чем дело. Что мне помогало жить? Вы видели? У меня хп восстанавливалось. Я так и не понял, что это за эффект, почему он работал. Но я реально восстанавливался. Вроде никаких артефактов, оружия, у меня ничего нет на это. Тем не менее, может костюм все-таки имеет какой-то эффект, просто скрытый. Говорили, что наши положили. Пока трупов не вижу. Но я ни одного покойника не вижу. Кстати, а что мы в награду-то получали за помощь сталкерам? Я так и не понял. Вроде особо-то ничего не появлялось, может патроны. Для винтаря есть 180 патронов, если захочется поиграть. Набросились, конечно, толпой. Ну что, Степан Сидорович, вот и пришел твой черед. А, чего? Толян, ты? Побили наемников, да? Наемников-то побили. А теперь настало время битья чьей-то хитрой рожей. Слышь, Толик, ты мне это дело брось. Как со старшими разговариваешь? Шутки в сторону, Сидор. Это ты стыбзил бандитского туза крутой артефакт, а нас подставил под пули наемников. На что ты рассчитывал, скажи? Ведь они же и тебя не пощадили бы. Да что ты такое? Вот, смотри. Показать подава лидера наемника. А, это? Так это давно было и не правда вообще. Это они специально лживую запись оставили, чтобы меня скомпрометировать, подорвать мою деловую репутацию. Значит так, товарищ Сидорович, выбирай. Или ты возвращаешь бандитам этот артефакт, или мы тебя самого им отправим в коробки из-под принтера. Да ты хоть знаешь, что за артефакт? Пацан ты эдакий. Что у него за свойства? Не знаешь? То-то и оно. Он любую болезнь лечит. Даже рак. Критериев, по которым это можно было бы сделать. Понимаешь, зелень ты эдакая. Из-за чего весь этот сыр-бор? Разве тебе не все равно, в чьи руки попадет такое чудо? Криминал или официальная наука? Выбор, от которого очень многое будет зависеть. И в первую очередь, тысячу человеческих жизней. Альтруист тут нашелся. Понимаешь. Скажи еще, что ты хотела бы ученым бесплатно отдать. Не бесплатно, но... Стоп. Кто-то меня по радио вызывает. Иду со стороны моста, держитесь. Кто там еще такой? Меченый? Какого черта? Толик. Фанат, не ожидал тебя увидеть живым. А он пришел уже под конец. Когда дело сделано. Извини, что опоздал на вашу вечеринку, Толян. Однако я смотрю, что мне пора на пенсию. Что, все, дело сделано? Да. Вот они выстрелились. Ну, много чего я не купил еще. Он фоткает, что ли, нас? Много чего я не купил. Там уникальную грозу. Севу можно было купить. Но это прям под конец уже. Когда уже как будто бы это и не надо. Ну вы точно как 7 самураев из фильма Бляха-муха. То есть много контента прям под самый конец, когда и не надо. Вот. Выполнено. Ну что, перемещаемся. Вот такая вот история от лица Толика, который... О, вылет. Прикольно. А если я не смогу дальше продолжать? О, перезагрузился и все сработало. Выполни, приблизиться к мутанту или уйти. Случай на охоте. В смысле? А чего это случай на охоте активировался? Ну ладно. Так, тут все? Так а почему мы ушли? Типа потому что настолько крутой арт, что жизни нам там не было? Вот и все. Я уже даже забыл весь этот инвентарь. Вообще все забыл. Что я тут делаю? Что происходит? Нет, не принес. Ну и все. Все, в следующей серии идем уже по тому квесту. Я очень надеюсь, что там не финал будет. А все-таки чуть-чуть мы еще побарахтаемся. А вы не забывайте оценивать видео. Ссылка на плодис находится в описании. Всем спасибо. До скорого. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok